Вы смотрите РТВА, это программа «Что это было?». Меня зовут Юрий Кукин. Здесь мы, как всегда, обсуждаем самые резонансные темы и события последних дней. Сегодня говорим о визите Владимира Путина в Северную Корею с бывшим послом России в КНДР, а также советником-посланником в Южной Корее Валерием Сухининым. Валерий Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Евгеньевич, ну первый вопрос такой, почему 24 года Владимир Путин не ездил в Северную Корею и почему именно сейчас он туда приехал? Ну тут разные как бы причины, поскольку у нас дипломатия очень обширная, мы с полутосотнями стран имеем отношения и все посетить их так регулярно невозможно. Поэтому в Китай он ездит, естественно, чаще и при разных руководителях. Здесь же имелось в виду, что он в 2000 году приезжал в Пиньян, познакомился там лично с Ким Чен Иром, отцом нынешнего лидера. После этого было, значит, при нем два визита Ким Чен Ира в Россию, в Москву, потом в Владивосток и Дальний Восток. И еще был визит во время Медвезева. Ким Чен Ира, это 11-й год, август месяц, тоже на Дальний Восток, где они встречались. Так что контакты у нас происходили. Ну и были как бы на другом уровне визиты. И, значит, Лавровнис как раз там был в Северной Корее, и Матвиенко там была, и еще раз Чемиронов и так далее. Поэтому сказать, что у нас не было контакта в Северной Корее нельзя. Они, в общем-то, продолжались, но менее интенсивно. Ну и уже после того, как, значит, Ким Чен Ын, нынешний руководитель, пришел к власти, он в 2019 году совершил свой первый визит в Россию. Это была встреча в Владивостоке. Потом вот в сентябре прошлого года в Восточном, на космодроме. Так что это уже вот на этот раз была третья встреча нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына с Владимиром Владимировичем Путиным. Две в России и вот третья в Пхеньяне. О том, что сейчас Путин, вот точнее то, что сейчас Путин приезжает непосредственно в Северную Корею, в Пхеньян, это о чем говорит? Это выход отношений на какой-то новый уровень или нет? Ну, видимо. Потому что, значит, сейчас у нас ситуация такая внешнеполитическая очень непростая. И, значит, нам как бы надо укреплять связи, особенно с теми странами, которые нас последовательно поддерживают. Вот во время неоднократных голосований в ООН в связи с Украиной, с Крымом и так далее, КНДР всегда выступала вместе с Россией. Значит, этот момент... Ну и, кроме того, если в 2000 году и мы были членом «восьмерки», и, значит, с КНДР установили связи, и Евросоюз, и, значит, несколько западных стран установили дипотношения, то сейчас ситуация как бы другая. И мы под санкциями Запада, КНДР под санкциями и Совета безопасности, и западных стран, поэтому, значит, мы как бы оказались, как Североказицы говорят, в одном окопе. Значит, они наши соратники по оружию, которые вместе с нами выступают за новый порядок мировой, многополярный мир и так далее. То есть это связи как бы естественные на этом фоне. А этот визит, он для кого больше важен, как вам кажется? Вот для России или для Северной Кореи это тоже вполне себе очень значимое событие? Ну, мне кажется, что тут не надо говорить, для кого он более важен. Он важен для обеих сторон, поскольку договор, который был во время визита подписан, он является двухсторонним документом. Он важен как для России, так и для КНДР. Ну и в целом, как бы наши страны, соседи, граничат по реке Туманной на Дальнем Востоке. Ну и вообще в целом у нас связи скорее исторические, традиционные. Вот как раз в июле будет 140 лет со дня подписания первого договора. Это фактически установление этих отношений между Российской империей и Корейским королевством. Это было в 1884 году. Так что, если брать всю историю наших отношений, то она более полутора веков насчитывает. И вот, кстати, в 1922 году большой коллектив исследователей из России и Южной Кореи выпустили большой труд. Российско-корейские отношения в формате параллельной истории. Там каждый период, начиная с 19 века и по сей день, он дается глазами как российских историков, так и южнокорейских. Вот этот большой труд вышел, и его, кстати, перевели сразу на корейский язык, он вышел на двух языках. То есть у нас связи с Кореей как таковой, ну и с Северной Кореей. Мы в 1948 году установили с ними дипотношения. Советский Союз освобождал корейский полуостров от японцев. То есть у нас наша страна первым признала КНДР раз, ну и уже у нас более 30 лет с 90-го года дипотношения с Южной Кореей. Так что мы стремимся в целом иметь нормальные допросительские отношения как с Севером, так и с Югом полуострова. А вы согласны с утверждением, что этот визит Владимира Путина, он, по сути, в некотором роде исторический? Ну, естественно, поскольку до визита 2000 года вообще не было визитов высших советских или российских руководителей в КНДР. Он был первым, во-первых. Во-вторых, значит, сейчас это как бы второй его визит. Ну и вот в новой обстановке, причем с подписанием договора, это, значит, имеет особое значение для нас и для КНДР. Хотя у нас это сейчас как бы третий межгосударственный договор. В 1961 году Ким Ир Сен приезжал в Москву, и с Хрущевым они подписали договор о дружбе, добрососедстве, о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Потом в 2000-м, да? Потом в 2000-м году договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. И вот сейчас договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. То есть как бы это третий межгосударственный договор, который как бы один идет после другого, и преемственность наших отношений, она не прерывается. Ну вот в Северной Корее сам Ким Чен Ын уже называл Владимира Путина чуть ли не главным другом северокорейского народа. Но в плане историчности момента, ведь в 2019 году произошло то, чего до этого вообще никогда не было, ну и в истории взаимоотношений, понятное дело, Северной Кореи и Запада. Трамп посещал пусть и демаркационную зону, но, как писали все СМИ, он все-таки первый был президент, который США, который вступил на землю Северной Кореи. Вот если сравнивать эти два события, вот визит Трампа все-таки по историчности-то, наверное, более будет масштабным, нет? Ну я бы так не сказал. Дело в том, что это была попытка с американской стороны, вот такими способами с дипломатиями, дипломатии, как бы войти в контакт с Северной Кореей и попытаться повлиять на ее политику в нужном для американцев направлении. Ну и вот как бы то, что он вступил одной ногой через демаркационную линию, перешел, это как бы не совсем визит. Это была встреча, причем по инициативе американцев, он был в Японии, потом заехал в Южную Корею, ну и решил заодно встретиться с Ким Чен Ином. А перед этим была известная встреча в Сингапуре, на которую северокорейцы возлагали очень большие надежды, и на самом деле там было неплохое очень совместное заявление двух сторон. Они говорили о тех задачах, которые стоят перед США и КНДР. Но, к сожалению, вторая встреча, это был февраль 2019 года, она была, значит, ну неудачная. Неудачная, американцы отказались идти на компромисс, на встречу КНДР в каких-то моментах, и потребовали все или ничего. Естественно, КНДР на это не пошла, и после этого не только с американцами все расстроилось, но и с южнокорейцами. Перед этим был и Мун Джиин, президент Южной Кореи. У них встреча была сначала по Мун Джиоми на линии демокрационной, потом визит в Пиньян Мун Джиина, причем очень такой тоже пышно обставленный. Мун Джиин выступал на стадионе 1 мая вместимостью 150 тысяч человек. Ну это один из крупнейших. Да, и вот как бы они вместе летали на Пектусан, на самую высокую гору корейского полуострова, и так далее, и так далее. Но поскольку, значит, КНДР ничего от этого не получила, и, значит, Южная Корея в своей политике, в конкретных делах, в отношении севера, каждый, каждый шаг согласовывали с американцами и получали разрешение на каждую мелочь. Значит, это Пиньяну не понравилось, и Ким Чен Ын в декабре прошлого года, в январе этого года, заявил о том, что, значит, Пиньян понял, что ничего позитивного с Южной Кореей сделать нельзя, что все президенты, независимо от того, они консервативные, либеральные, там или кто какие, и задача единственная, это ликвидировать, значит, режим, который существует на севере, и, значит, поглотить Северную Корею. И в этой связи они отказались от такой длительной установки на объединение полуострова, на объединение Кореи, и сказали, что мы отныне будем жить друг с другом, как совершенно разные государства, причем враждебные государства, находящиеся в состоянии войны. А состояние войны у них с 1953 года, когда Корейская война закончилась, мира не было подписано, и было только перемирие. И вот техническое перемирие, оно с 1953 года и продолжается. Потом, по-моему, с этого же стадиона 1 мая, там же устраивался огромный парад, да, в честь годовщины, как раз войны между двумя Кореями. И оттуда же, по-моему, Ким Чен Ын как раз вот там в эти баннеры вывешивали угрожающие США. То есть вот это ответим... Ну, что касается стадиона, там, значит, они проводят не то что парады, а такие массо-гимностические выступления, где вот весь задник занят детьми, которые раскрывают разноцветные плакатики, и там такие картины живые получаются. А, значит, парады проходят на главной площади Ким Мерсена, тоже большая площадь, где, кстати, вот сейчас встречали официально Путина. Вот я как раз хотел про церемониал немножечко с вами поговорить, потому что для обывателя, ну, естественно, я тоже абсолютно не погружен в события, происходящие в Северной Корее, это что-то совершенно далекое. Но сейчас именно с визитом Путина, поскольку были и российские СМИ, которые освещали активно это событие, мы как будто бы немножечко больше увидели того, что там происходит. И понятное дело, что это больше парадная и торжественная часть, но все равно интересно, вот как вы с точки зрения дипломата на все это смотрите. Вы же были как раз один из тех, кто присутствовал на встрече вот 2000 года между Путиным и Ким Чен Иром, переводчиком, да, вы говорили? Вот. Сравните, пожалуйста, два этих события по масштабу, по помпезности, по торжественности, по тому, как их встречали. Ну, естественно, северокорейцы не хотят повторяться в двух приемах, в двух встречах, поэтому там была одна, значит, одна процедура сейчас другая, поэтому и там, и там, и, значит, в 2000 году, и сейчас, значит, они постарались как бы впечатлить гостя своего вот той добротой, теплотой, которую проявляют, значит, они к России и к Путину. Ну, и тогда Ким Чен Ир приезжал в аэропорт, встречал Путина в аэропорту сам и провожал он же, а сейчас Ким Чен Ир, его сын, и встречал, несмотря на позднее время, и провожал. Ну, и тогда вдоль дорог, вдоль трассы от аэропорта до резиденции, до центра города и дальше в резиденцию, был масса народа, и Путин говорил, что тогда, я помню, сказал, что я не помню, чтобы меня кто-либо в какой-то стране так встречал. Ну, и сейчас тоже прием был исключительный. То есть сейчас была задача, ну, по крайней мере, не уступить вот ощущениям того визита. Ну, я лично обратил внимание, что если тогда были просто лозунги и флаги, сейчас были портреты Путина по городу развешаны, значит, ну, и другие там как бы... А их развешивают по пути следования кортежа, или их развешивают просто везде, потому что вот, чтобы народ знал, что вот такой визит состоится? Ну, я думаю, что по пути следования, значит, в первую очередь. Но в целом город не такой большой. Это не Москва, а там всего лишь где-то около трех миллионов человек с пригородами. Поэтому фактически весь город был как бы украшен. Ну, и что касается, значит, торжеств и прочее, я впервые попал в Пиньян в 68-м году, в 1968-м году. Мне было всего 17 лет, а уехал оттуда в 2012-м году. И вот я как бы на протяжении этих лет, ну, и после 2012-го года там был, на конференциях, мог как бы видеть, как и что они празднуют. Вот в 2012-м году праздновали столетие Ким Ирсена. Тоже была большая и демонстрация, и салют, и прочее, прочее. То есть, ну, корейцы не так часто устраивают такие мероприятия пышные, но, тем не менее, они, естественно, настроены на то, чтобы какую-то атмосферу такую праздничную создать, чтобы люди были впечатлены этим и так далее. А если это иностранные гости, чтобы и гости были тоже впечатлены. Сколько обычно репетиций занимают подобных мероприятий? Ведь это же не один день, я боюсь, даже не один месяц. Ну, если это парад, естественно, там дольше. Если вот эти картины на стадионе, это сложнее. А так, чтобы люди выстроились вдоль дорог и приветствовали с флагами и с цветами, то особой репетиции не нужно. Здесь как бы только массовое участие и так далее. Ну, на ваш взгляд, к приезду Путина долго готовились? Ну, какое-то время. Я не скажу, чтобы долго, но для того, чтобы всё это изготовить, и плакаты, и транспаранты на русском языке. И вот концерт, который в Дворце спорта проходил, не в зале, в каком-то театре, а в Дворце спорта, там примерно 10 тысяч человек помещается, зрителей. И вот всё это, естественно, требует какой-то подготовки. Но зрители, естественно, не участвуют в подготовке, они просто зрители. А артисты, значит, у них всегда есть какие-то коллективы, которые и русские песни исполняют. А вот смотрите, насчёт русских песен, извините, что я вас перебиваю. Раньше это условно была «Катюша» всегда, а сейчас, если я не ошибаюсь, исполнили песню «Встанем», «Шамана». Вот это они настолько сильно отслеживают, условно говоря, что происходит в культурной жизни в стране, или как вообще там это происходит? Они в 50-е годы и так далее всегда принимали наши коллективы, участвовали в разных мероприятиях и в фестивалях молодёжи здесь, в Москве, в России, в Советском Союзе. Поэтому они как бы следят. Их студенты учатся в консерватории московской, в школе при консерватории. То есть они русскую культуру знают. Часто приглашают ансамбли наши. И вот оркестр 21 века во главе с Овсянниковым, или Овчинником, я сейчас не помню, значит, и ансамбль Александрова, и Берёзку, и, значит, Моисеевцы там бывали, и Пятницкого хора и прочее. То есть особенно во времена Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера, он очень интересовался русской музыкой, культурой. Он постоянно приглашал вот эти ансамбли наши большие, которые там выступали. Ну а сейчас вот недавно был балет Владивостокского, Дальневосточного или Приморского отделения, Мариинского театра. И вот показывали там и «Спящую красавицу». Это вот было весной. То есть русскую культуру они знают. Плюс по телевидению. У них есть такой специальный канал, значит, который в воскресные, в субботние воскресние дни показывает, ну, какие-то и фильмы советские, и российские фильмы, и концерты наших артистов, чтобы их публика тоже с этим знакомилась. То есть нельзя исключать, что «Шамана» и в Северной Корее по телевидению периодически показывают? Возможно, возможно. Насчет подарков. Вот опять же, часть церемониала, и с одной стороны может показаться, что это просто какие-то формальности. Стоит ли в этих формальностях искать какие-то сигналы и придавать им чуть большее значение, нежели оно есть? Вот Путин подарил Ким Чен Ыну аурус. Хотя была понятная история про санкции в отношении того, что это какие-то роскошные подарки из элементов роскоши, западные санкции и так далее. Вот здесь стоит ли какие-то нюансы отмечать? Ну, поскольку корейцы от души принимали гостя, то гость, естественно, должен был от души их отблагодарить. Не только словами, но и материально каким-то образом. Ну и вот зная то, что Ким Чен Ын интересуется автомобилями, как некоторые лидеры наши бывшие, он поэтому автомобиль этот и преподнес. Я бы не стал говорить о том, что это какой-то намек Западу или Южной Корее, что так и так. Это просто как бы подарок от души. Вы идете в гости, думаете, а чем бы выразить вашего визави? Что ему подарить? Вот так и Путин, и его окружение тоже думало. Во-первых, чтобы не повторяться с тем, что было раньше. Ну и корейцы тоже, они смотрят, чтобы сделать такое, чего раньше они не дарили. Ну да, они Путину подарили щенков. Ну не только щенков, там был и бюст Путина. И портрет. И портрет его, выложенный перламутром на фоне Кремля. Ну просто, например, собаку и японцы дарили Путину, как известно. Ну, они как бы и те, и другие знают, что у Путина есть какая-то любовь к животным, к собакам, поэтому, может быть, это использовали. Хотя, что касается щенков, вот этих породы пунгсан, она с севера Кореи, эта порода, и охотники ее используют, и прочее. Они дарили это и предыдущим южнокорейским президентам, и Ким Дэ Джуну, когда он приезжал в 2000 году в Пиньян, и, значит, в Мунджиину на последний вот его визит, который был в 2018 году. То есть, так же, как в Южной Корее есть такая порода чиндоке, собаки чиндо, так и в Северной Корее пунгсан, и они, соответственно, обменились этими собачьими подарками. И, значит, у корейцев, помимо герба и флага, есть государственный цветок, государственная птица, государственная собака, государственная водка. Это официально утвержденная. И вот, как бы, официальной государственной собакой является как раз вот эта собака марки, то есть породы пунгсан. А, и поэтому это такой вот символический тоже подарок. И символический, с одной стороны, ну, и потом пристрастие Путина. Они тоже учитывают его интересы, хобби, и вот в выборе подарка. А должно ли было обидеть, я не знаю, вообще может обидеть или нет, северокорейского лидера, то, что поездка вот эта была в Северную Корею, ну, не сказать, что исключительной, потому что после этого он отправился во Вьетнам. То есть, как бы, получилось, как будто бы между делом и рабочий визит по странам Азии. Хотя до этого, например, он отправлялся в Пекин, и это было исключительно целенаправленная поездка в Китай к главному стратегическому партнеру России, и там было все понятно, без слов. А здесь это как будто бы между делом. Ну, я бы не сказал между делом, вот в прошлый раз, в 2000 году, как раз, значит, после Китая он поехал в КНДР. Правда, заехал перед этим, кажется, по пути в Амурскую область. То есть был Пекин, значит, Благовещенск, там и Амурская область, и потом уже Пьяньян. То есть, ну, опять же, у Путина, я думаю, расписание очень такое напряженное, поэтому, ну, и находиться в зарубежной поездке в одной стране там 3-4 дня, в другой, там столько же ему как бы сложно. А здесь, учитывая географическая совмещенность КНДР недалеко от Вьетнама, сравнительно недалеко, он и решил, видимо, совместить эти поездки. Но это уже... То есть это исключительно логистические соображения, здесь не нужно искать каких-то других смыслов, да? Конечно. Если говорить, продолжать говорить вот про налаживание взаимоотношений, вы уже сказали про договор, который был подписан между Ким Чен Ыном и Путиным, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Опять же, как к нему стоит относиться? Это такая дуля Западу, вот, мол, посмотрите, мы здесь дружим и прямо не то чтобы дружим, а налаживаем отношения с самым главным вашим, одним из самых ненавистных ваших врагов Северной Кореи. То есть это формальность или это действительно серьезные договоренности и серьезные обязательства, которые обе страны берут на себя? Ну, естественно, если договор подписывает глава государства, потом он не соглашение межправительственное, а межгосударственный договор, то это вещь серьезная. И здесь, значит, и содержание, и форма все одинаково важны. Что касается содержания, то, значит, с одной стороны, конечно, это, значит, все обратили внимание на четвертый пункт, где говорится о взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон. Но там и много всего другого записано и о, значит, сотрудничестве экономическом, культурном, значит, и в разных других областях, и о совместных шагах на международной арене и прочее. То есть это не сводится только к одному пункту, а такой всеобъемлющий договор. Ну, его можно сравнить в какой-то степени с договором 61-го года, который Хрущев с Ким Ирсеном подписывали в Москве. Кстати, после этого Ким Ирсен поехал в Пекин, и они подписали такой же договор с китайцами. И вот этот договор с китайцами, союзнический, он до сих пор действует между Китаем и КНДР. То есть мы не первые. То есть у Китая тоже такой договор есть. В 2000 году, в феврале месяце, Иванов был у нас министром, если он делал, Пиньяни подписал договор вот этот промежуточный, который 20 лет прослужил, 24 года. Значит, он этот пункт как бы устранил. Тогда мы исходили из каких-то других несколько соображений. И там говорилось о том, что мы строим отношения на основе принципа международного права. Ну, кстати, вот тогда, в тот же день году, после Пиньяна, Путин сразу поехал в Японию на саммит «Восьмерки». Тогда мы были членами этой Дзи-8. И тогда на фоне межкорейского примирения благоприятного отношения Запада к Северной Корее и так далее, ну, видимо, сошли, нет необходимости акцентировать это обязательство о взаимной обороне. Сейчас же ситуация другая. И, значит, война Запада против России и отношение к Пиньяну тоже совсем другое. Поэтому в плане взаимной поддержки, солидарности друг с другом необходимым был в том числе и такой вот договор и такой пункт. Вот этот пункт означает, что мы именно с этого договора должны отсчитывать военное сотрудничество России с Северной Кореей или это могло быть сделано и раньше, а здесь просто формальности были, условно говоря, соблюдены. То есть могло ли быть уже какое-то соглашение во время прошлого визита, соответственно, Ким Чен Ына в Москву год назад? Ну, не в Москву, в Восточный. Прошу прощения, да, в Восточный. Космодром. Значит, военное сотрудничество, оно не предполагает обязательно наличие договора. У нас были военные поставки в Южную Корею. Мы расплачивались по кредитам, которые Южная Корея предоставила Советскому Союзу в свое время за счет поставок какой-то техники военной без какого-либо договора. То есть это, значит, военное сотрудничество, военные поставки. У нас есть Росрубеж или Росвооружение, компания, которая, значит, по всему миру наше оружие и рекламирует, и продает, и прочее. Далеко не всегда имеет договоры. Но это работает в обе стороны. То есть и Пхеньян мог поставлять России, соответственно. В случае необходимости, если, значит, у нас была необходимость или у него была такая воля что-то сделать, значит, они могли это делать. Другое дело, что здесь еще санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР действуют. И эти санкции запрещают поставки как извне КНДР военного какого-то оборудования, так и наоборот. Поэтому вот Путин говорил и в самом Пхеньяне и в Ханое по завершении визита нашим журналистам, что санкции эти вводились в другой совершенно обстановке, что они нарушают нормы человеческой морали, поскольку они заставляют людей на севере голодать и касаются не только ядерных каких-то технологий и так далее, но и просто средства зарабатывания денег для прокорма себя и семьи. То есть формально он признал, что теперь он считает возможным нарушить эти самые санкции, которые он соблюдал до этого, потому что такие сейчас условия. Ну, не то, что нарушить, а он говорил о том, что надо как бы предпринять все необходимое для того, чтобы пересмотреть эти санкции. То есть речь шла о пересмотре этих санкций в Совете Безопасности. И, кстати, и Россия, и Китай такие предложения о пересмотре санкций они вносили в Совет Безопасности. Другое дело, что американцы и их союзники не пошли на это, но тем не менее вопрос этот как бы поднимается. А вот этот один из пунктов об оказании военной помощи в случае нападения на одну из сторон, как вы его трактуете? О каком уровне вмешательства вообще идет речь? Потому что сам по себе пункт по сути копирует знаменитую пятую статью устава НАТО, частично напоминает что-то договоренности, которые есть в рамках ДКБ. Вот здесь какой уровень взаимодействия? Ну, здесь к каждому случаю надо, видимо, подходить индивидуально, как оценивает сама страна, которая подверглась какой-то агрессии, нападению и так далее. Вот Путин опять же в Вьетнаме корреспондентом сказал, что на данный момент ни у России нет необходимости просить помощи у КНДР военной, ни КНДР такой помощи не предлагала, так он выразился. Плюс, значит, тут еще один формальный момент, что этот договор вступает в силу после обмена ратификационными грамотами. О том, что предстоит еще в нашей Госдуме и в Совете Федерации ратифицировать договор. Должна быть еще резолюция Путина, которая ратифицирует этот договор обмен, предстоит, и после этого вступит в силу. Пока что он еще не вступил в силу, этот договор новый. И вот пока он не вступит, действует договор 2000 года. Валерий Евгеньевич, мы с вами остановились на вот этом пункте о вмешательстве, об оказании, точнее, военной помощи в случае нападения на одну из сторон и в вашей его трактовке. Вам слово. Ну, значит, я говорил, что договор более широкого содержания, он не сводится к одному этому пункту, это раз. Второе, значит, ситуация может быть разная, может быть, какая-то мелкая какая-то вещь, которая, значит, нельзя трактовать как агрессия и так далее. То есть стороны должны между собой войти в контакт и обсудить, о чем мы, значит, чем мы сталкиваемся. Далее, там есть еще такое положение о том, что, значит, вот эта помощь, она оказывается в соответствии с соответствующим пунктом Устава ООН, раз, и второе, в соответствии с заголодательством соответствующих сторон, то есть с российским законодательством и НДР-законодательством. У нас, когда речь шла и о специальной военной операции, и о Крыме, и так далее, у нас всегда было, значит, решение Совета Федерации, которое, значит, позволяло России сделать там то-то, то-то. То есть вот эти все вещи, они, естественно, будут, значит, соблюдены в случае чего, не дай бог, и, значит, тут как бы никто не хочет и не может взять и единолично сказать, что давайте бомбить там кого-то или что-то делать. Это вот раз. Потом, значит, надо иметь в виду, что наличие такого пункта не означает, что он будет непременно когда-то реализован. Значит, вот у нас в 61-м году был договор с таким же пунктом, и после этого Россия или Советский Союз не участвовал в каких-то военных действиях на Корейском полуострове. И наоборот, в отношении Советского Союза значит, КНДР тоже свои войска к нам не присылало. Плюс вот такие же пункты есть и, например, в Южно-Корейско-Американском договоре о взаимной обороне после Корейской войны, после 1953 года был такой, значит, договор заключен между США и Южной Кореей. И, значит, хотя стороны, партнеры постоянно проводят какие-то военные учения, там 28,5 тысяч американских войск в Южной Корее расположены, но тем не менее прямую агрессию против КНДР они не совершали, учитывая ситуации в мире и так далее. Вот, кстати, сейчас южнокорейцы, критикуя вот этот договор, говорят, что никто на КНДР нападать не собирается, и поэтому не нужно было вот это подписывать и вставлять вот этот пункт о том, что будет помощь в таком-то случае. Случа такого, значит, как бы они не предлагают. Ну и Путин с Ким Чен Ыном говорили, что это исключительно миролюбивый договор. Да, миролюбивый, он оборонительный и так далее. Ну и Лавров говорил о том, что не нападайте и не будет этот пункт реализован. Но это такое жонглирование, нет? Ну, я бы не сказал жонглирование, но... Почему тогда именно сейчас этот пункт добавляется? То есть сейчас стороны считают, что он необходим? Ну, потому что ситуация серьезная. Значит, серьезная и для нас, и для КНДР. Значит, если они пересмотрели свою политику, которая продолжалась на полнечение там 70 лет, направленной на объединение северо-юга, сейчас они говорят, что это дваждебные стороны. И что, значит, вопрос объединений вычеркивается отовсюду, из устава партии, из, значит, конституции, такое поручение дано, разработать новую конституцию. Уже, значит, вот в эфире новостей не карта Корейского полуострова на экране, а только северная часть Корейского полуострова. Значит, то есть, ну, северяне, Ким Чен Ын совсем по-другому подходит к этому вопросу. Это не означает, что он готовится как раз к той самой войне с Южной Кореей, о которой почему-то, ну, то есть, о которой исключают, по сути, все эксперты. Ну, и он тоже исключает, он тоже не говорит, что это будет, но, значит, в случае какой-то агрессии против севера, он, естественно, будет реагировать. Я понимаю, что это гадание на кофейной гуще, но, получается, при каких условиях Россия должна будет вмешаться в конфликт между Южной и Северной Кореей, при каких условиях Северная Корея должна будет вмешаться в конфликт, который, ну, так или иначе происходит с Россией и с ее соперниками. Я думаю, что нам не надо это предугадывать, значит, трактовки слишком широкие. Желаем, желаем, чтобы этого не произошло ни в ту, ни в другую сторону, с одной стороны. С другой стороны, вот наличие такого пункта, оно, как бы, охлаждает голову тех, кто готов был бы что-то такое сделать неожиданное и опасное. Ну, вот смотрите, реакция МИД Южной Кореи сегодня, которая последовала, сегодня вызвали посла России в Южной Корее в здание МИДа. Вот вы, как дипломатический работник, объясните, пожалуйста, что означают сами по себе вот эти вызовы. Опять же, это формальность, нам, мол, нужно было отреагировать, мы отреагировали вот таким образом. Или там, за дверями, действительно происходят какие-то очень сложные, серьезные, может быть, даже жесткие разговоры. Ну, значит, сегодня сообщение о вызове посла, а перед этим накануне было заявление правительства Южной Кореи, которое опубликовал Чан Ходин, это бывший совсем недавно послол здесь, в Москве, который сейчас стал помощником президента по вопросу национальной безопасности. И вот он, значит, заявил о том, что, ну, не он, а правительство Южной Кореи заявило о том, что, значит, они осуждают этот договор, поскольку, значит, он осложняет ситуацию на полуострове, поскольку он идет вопреки решениям, резолюциям Совета Безопасности ООН, которые запрещают какие-то военные контакты с Севером развивать и так далее. Вот у них, да, и плюс они заявили о том, что могут пересмотреть свою позицию относительно... По поставкам... прямых поставкам южнокорейского вооружения на Украину. Значит, ну и вот в Ханое Путин как раз сказал, что такие поставки были бы огромной ошибкой со стороны Юга. Но он не только сказал, что это были бы ошибки, он еще сказал, что такие решения... В случае, если Сеул примет такое решение, то Корею ждут, сейчас процитирую, решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству. Что он имел в виду в таком... Ну, опять же, значит, он в целом сказал, что мы должны будем реагировать. Реагировать жестко, значит, насколько нам вот эти поставки не нравятся, настолько мы жестко будем реагировать. А с другой стороны, ну, а чего хотела в данном случае Москва, чего ожидали российские власти, какой реакции они ожидали? Потому что она же вполне себе предсказуема. Они не могли не прогнозировать, что Южная Корея именно таким образом ну или схожим образом ответить на визит, официальный визит главному, условно говоря, сопернику и главной угрозе, как ее сами же считают в Южной Корее. Ну, надо смотреть, какая ситуация на юге. На юге, я уже говорил, вот есть договор о союзничестве между Южной Кореей и США, а у нас такого договора по сей момент не было в Северной Корее. Поэтому уравновесили. Значит, это какое-то неуравновешивание. Это раз. потом, значит, я сказал, что вот этот пункт, он был договором 61-го года. То есть мы фактически вернулись к тому, что в какой-то степени вернулись к тому, что было до этого. И, значит, даже имея вот такой договор с Советского Союза, с КНДР, это не стало препятствием для президента НОТХУ, РОДУ по-русски его называют, который установил дипотношение с Москвой. То есть тогда то же самое было, и они установили дипотношение. Они развивали отношения с нами, давали кредит Советскому Союзу, и это не было препятствием. Почему сейчас все это должно так драматизировать и считать, что это такое-то что-то необычное? Вот что касается стратегического сотрудничества, то, значит, вот недавно был президент Объединенных Арабских Эмиратов в Сеуле, и они тоже заявили о стратегическом сотрудничестве. Нынешний президент Юн Сугёль недавно был в Узбекистане. Они там тоже заявили о стратегическом сотрудничестве и так далее. Вот это стратегическое сотрудничество, ну, сейчас уже везде. Плюс у нас в своё время президент Медведев с президентом Леменбаком южнокорейским в России они встречались и тоже заявили о стремлении перевести наши отношения в стратегическое партнёрство. То есть в Южной Корее у нас формально вот такие вещи тоже как бы проскальзывали. что касается военных поставок, я вам говорил, что даже при том, что мы к этому особо не стремились, тем не менее нам нужно было чем-то расплачиваться за кредиты южнокорейские и мы поставляли вооружение на юг. То есть ну, как бы ничего сверхъестественного такого, что в мире нигде нет, только вот мы с Северной Кореей что-то там придумали. Это не так совершенно. Понятно. А насколько вот это повлияет на отношения с Южной Кореей всё-таки? Насколько это ухудшит? И вот та реакция, которую сейчас мы видим, она, опять же, ещё раз возвращаюсь к этому, она скорее более формальная? Или это действительно по существу страна реагирует и будет дальше предпринимать какие-то шаги? Значит, ну, она, что касается южнокорейской реакции, значит, она уже отреагировала сначала военной операции, нашей специальной операции. То есть все западные санкции под, может быть, не по воле самого Сеула, но под нашимым со стороны Вашингтона, они их все ввели в отношении России, и полёты прекратились у нас, и, значит, операции межбанковские прекратились, и все эти, значит, совместные предприятия, которые южнокорейцы строили, там, и под Петербургом, автомобили и так далее, и так далее, они все ушли и прочее. И вот буквально сейчас, значит, в связи с подписанием этого соглашения, они тоже 200 новых, значит, объектов для санкций дополнительно ввели. Значит, это и персональные, значит, санкции, вплоть до председателя, то есть секретаря центр сберкома, они тоже под санкций, значит, поставили, и против, значит, разного рода предприятий, значит, которые занимаются производством вооружения и прочее, и расширили список товаров южнокорейские, которые они запрещают к экспорту в Россию. Ну, Москва-то к этому уже, скорее всего, была готова, то есть они же просто в данном случае просчитывали, что выгоднее, сделали решение в пользу Пхеньяна, или нельзя, опять же, так сказать, что в пользу кого-то они сделали решение? Ну, естественно, значит, рассчитывали, что это будет неприятно для Сеула, с одной стороны, с другой стороны, значит, все вот эти санкции, которые они ввели в отношении России, нам тоже неприятны. Вот-вот, я имел в виду, что вы не прогнозировали, что будет ответная решение санкционом. Если вернуться к 90-му году, опять же, к тому же самому РДУ, когда, значит, он с Горбачевым договорился обосновлении дипотношений, это было очень неприятно КНДР. И тогда, значит, я вот вспомню, в центральной органе ЦК ТПК, газете Нодон Симон, в октябре 90-го года была статья о дипломатических отношениях, которые продаются и покупаются за доллары. То есть, южнокорейцы, они, значит, по первым текстам говорили, нас подкупили, и мы продались, несмотря на договор о дружбе с КНДР. Ну, сейчас в этой же именно газете как раз-таки было опубликовано накануне визита Владимира Путина, его статья особенно программная, да? То есть, ну, ситуации повторяются в разных, значит, комбинациях, действующие лица могут быть одни или другие, или третьи, тем не менее, значит, исходя из развития событий, мы делаем, ну, наше руководство делает то, что считает необходимым на данный момент. то, что Южная Корея собирается пересмотреть вопрос о поставках, прямых поставках вооружения в Украину, это насколько большая угроза, ну, и для России в том числе, потому что пишут, по крайней мере, что Южная Корея это один из самых, в принципе, больших или крупных производителей оружия в мире. Ну, что касается Южно-корейского оружия, то они и как бы до вот этого договора они его поставляли в большом количестве Польши, Соединенным Штатам, значит, то есть... И продолжают поставлять Польшу. Да, если даже американцы не это оружие, не эти боеприпасы передают на Украину, а свои собственные, но пополняются их запасы за счет вот боеприпасов южнокорейских. И то же самое с вооружениями, которые южнокорейцы в Польшу отправляют. Она тоже, значит, или напрямую идет на Украину из Польши, или, значит, пополняют те запасы, которые Польша ранее направила на Украину. То есть, ну, это не совсем прямые поставки. Конечно, это градус напряженности выше, но тем не менее сказать, что южнокорейцы никак не участвовали в снабжении Украины военными какими-то военной продукцией нельзя. То есть, это как бы было. Тут вопрос больше в том, насколько велики объемы действительно производства оружия в Южной Корее, что тот самый снарядный голод, который во многом был в Украине последние, ну, полгода, наверное, да, вот эти поставки смогли бы решить вот эти все эти проблемы? я бы, значит, так не говорил, южнокорейская экономика, она рыночная. И, значит, вот тот же самый президент Инсугель, когда встречался с арабами, и он ездил туда-то, значит, на Ближний Восток и принимал у себя, он всем старался что-то продать. И не только электронику, не только атомные электростанции, но и оружие. И вот те, кто покупал у него, он всем, значит, как бы продавал. И не то, что у них запасы есть, конечно, они есть, но под тот или иной заказ они могут нарастить производство и получить прибыль себе. Ну, то есть, опять, это, по сути, все сводится к тому, что это формальные заявления, которые, в принципе, они не то, чтобы не повышают градус эскалации, они просто как бы программные, они должны были быть такими. Ну, не сказать, что это как бы ничего не значит, потому что, если мы до определенного момента говорили о том, что, значит, у нас с Южной Кореей до простотества, вот мы отмечали 30-летие депоотношения, это был год дружбы, объявлен, и вот я сам присутствовал на закрытии этого года в Малом театре, на церемонии, и в это время, значит, министр приезжал и прочее, все это было. И вот буквально за короткое время все, значит, кардинально поменялось, ну, и, значит, то же самое Зиновьев, когда приехал, значит, в Южную Корею, послом новым, да, он говорил о том, что, значит, мы понимаем, что Южная Корея это враждебное государство, но оно самое дружелюбно настроенное к России из враждебных, и если вот будет вот эта ситуация разрешаться, то, может быть, первым, кто пойдет на отмену санкций, будет Сеул. Такие были, как бы, настроения. Ну, и южнокорейцы говорили о том, что вот если у вас все завершится на Украине, то мы готовы, значит, все нормализовать, вернуться к прежней ситуации. Вот уж действительно дипломатические. Хотя, хотя, значит, не факт, потому что американцы вот в одночасье от своих требований не откажутся и, соответственно, будет на своих, значит, сателлитов или партнеров или кого угодно давить в таком же направлении. Вот к слову об американцах, уже в Сенат сегодня, по-моему, внесли законопроект о признании России спонсором терроризма, а в число этих стран входит как раз и Северная Корея, и Куба, и Иран, и Сирия. Вот на ваш взгляд это такая демонизация режимов и завершение, условно говоря, этого процесса или нет? Или что-то серьезное? Ну, я не скажу, что это завершение, потому что там можно всяких ходов найти и дополнительно, помимо этого, с одной стороны. С другой стороны, значит, все понимают, что какой спонсор терроризма и что такое терроризм, значит, мы никого как бы не подрываем, никого не похищаем, в смысле каких-то лидеров, там, как вот американцы Федерик Ассор десятилетиями пытались ликвидировать. Ну, как Россия ведет боевые действия на территории суверенного государства. Но военные действия это не терроризм. Значит, когда похищают кого-то или бомбят какие-то мирные объекты и так далее, это вот можно терроризмом признать. А военные действия между двумя государствами это не совсем терроризм. Поэтому, значит, ну, у американцев вот что-то им хочется такое сделать, чего до сих пор не было. Вот они как бы и применяют вот эту терминологию, я так понимаю. И все это происходит на фоне вот все эти взаимоотношения и России с Северной Кореей, и с Южной Кореей, происходит на фоне так называемой эскалации и вот какой-то напряженности, которая в последнее время наблюдается на Северокорейском полуострове, на Корейском полуострове, прошу прощения. Вот эта перепалка шарами, которая последний месяц уже длится, вы как на нее смотрите? Как-то вроде на эскалацию-то даже особо и не похоже, больше на ребячество похоже. Ну, значит, опять же, от чего отталкиваться? В свое время, значит, даже вот в метро я ездил в Сеуле, и там везде объявление, что в случае обнаружения северокорейских листовок вы должны соответствующий, значит, там, мусоросборник, его туда их положить, чтобы не было у населения, чтобы они туда-то, значит, их складывали, и там уже ликвидируют их, и так далее. То есть, это было, как бы, широко применялось в то время, и была в то время и взаимная пропаганда через громкоговорители, и там еще что-то было. Но с момента начала примирения между Севером и Югом были разные роды договоренности, где вот такая практика, она, значит, была прервана. Ну, и в том числе, когда Мун Чиин, предыдущий президент Южной Кореи, был в Пиньяне, они подписали соглашение о временных мерах военной разрядки. И, значит, вот взаимная такая пропаганда, она была устранена. И был принят закон в Южной Корее, запрещающий в том числе и отправку вот этих листовок на север. Но, значит, инициаторы этих акций, увидев, что пришел президент-консерватор, новый президент, они решили возобновить вот эту старую практику и, значит, обратились... Вы имеете в виду вот этих северокорейских перебежчиков, которые отправляют... Да, и северокорейские тем, кто им помогает. И вот они, значит, обратились в Конституционный суд. Конституционный суд вынес такое обтекаемое решение. Во-первых, что, значит, нельзя ограничивать права на высказывания и так далее. С одной стороны, то есть листовки можно подправлять. С другой стороны, значит, там есть, такой был подтекст, и другие способы реагирования. Есть закон о полиции, есть закон о местном самоправлении, который предполагает, что местные власти могут предпринимать какие-то меры, которые не позволяют ухудшать ситуацию для местных жителей. А, значит, местные жители сейчас все в один голос против этих листовок. Почему? Потому что будет что-то такое со стороны севера. Это вплоть до каких-то перестрелок и прочее. И они, естественно, опасаются этого. И они требуют, чтобы, значит, этого не было. И вот губернатор провинции Кенги, которая граничит с Северной Кореей, он запретил, чтобы у них в провинции все это, значит, засылалось, отправлялось. Значит, то есть сказать, что Южно-Корейское общество выступает за вот эти листовки, это не так. С другой стороны, Северная Корея, она тоже могла бы, значит, на эти листовки ответить так или иначе. Они решили избрать вот такую, значит, асимметричную ответ. И направили, значит, мешки с мусором. Причем сестра Ким Чен Ына, Ким Йо Джон, она заявила, как, значит, Южная Корея не может нарушать права человека или право, значит, на свободу высказываний, то мы не можем нарушать право нашего народа, значит, выражать свое мнение путем засылки вот этих шаров. Ну, и в ООН, и в Женеве об этом тоже говорилось, значит, как можно говорить, что вот если ветер дует с юга на север, это будет все как бы хороший ветер, хорошие шары. Если дует ветер, опять же, с шарами с севера на юг, то это плохие шары и плохой ветер. Значит, ну, это как бы они, как говорят, троллили южан их же словами, то есть использовали их же выражения и так далее. И сейчас, вот буквально в ночь 20-го числа, когда Путин как бы уезжал из Пиньяна, вот эти организации антисеверкорейские, они заслали еще 300 тысяч листовок. Новый, значит, момент. То есть четырежды они до этого отправляли, и каждый раз была реакция севера. И сейчас вот они отправляли новые 300 тысяч этих листовок, и опять же, вот эта сестра Ким Чен Ын, она замзаведующего отдела ЦК ТПК, заявила, что, значит, мы, к сожалению, вынуждены будем доставить немало хлопот, и южанам придется немало потрудиться. То есть, имелось в виду, что все это дело вычищать потом, это будет, как раньше говорили они, в 10-кратном и большей размере. Сейчас очень быстрый вопрос, я попробую вас, точнее, попрошу вас ответить на него коротко. Я не спрашиваю, возможен ли мир на Корейском полуострове, но вы как человек, который были и там, и там, который работал и там, и там, вы как бы себе представили, условно говоря, идеальную или мирную ситуацию между двумя странами? Ну, это должны быть компромиссы и шаги навстречу друг другу. Естественно, что сейчас говорить о объединении и прочее нереально. Но, с другой стороны, у нас есть пример ФРГ и ГДР. В свое время они не признавали друг друга и так далее. Потом установили отношения. Вот если, исходя из того, что Север считает Юг другим государством, если это другое государство не будет заниматься антисеверкорийскими всякими акциями, то в каком-то будущем можем проецировать такую ситуацию, когда они между собой становят нормальные, более-менее нормальные отношения. и развивая сотрудничество в этих рамках, может быть, когда-то они придут не просто к формальным отношениям, а к какому-то сотрудничеству. Хотя вначале как между двумя государствами, а потом и как единой, бывшей, одной нацией. Валерий Георгиевич, спасибо большое. О визите Владимира Путина в Северную Корею говорили с бывшим послом России в КНДР Валерием Сухининым. Еще больше новостей ищите на Телеграм и Ютуб-каналах RTVI. Это была программа «Что это было?» Меня зовут Юрий Кукин. Ну и что бы это ни было, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова